привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и я продолжаю прохождение на уровне сложности божество за египет сидмэр стивилизейшн 6 она из по моему одна из сложнейших партий в общем-то на канале на самом деле но если вы не видели начало то лучше перейти к первой серии ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии одна из сложнейших партий потому что я сразу во-первых и начал плохо по очевидным причинам в происходящем в мире а во-вторых еще и место очень тяжелое нету мест мест для городов нету производства как такового районы практически не поставлены вы можете видеть мое развитие 24 19 когда тут среднее должно быть в районе 60 хотя бы ну и вот меня тут гнобят например мушкетеры александр кроме того я не имею права ни с кем мир заключать так бы я конечно может уже измерился с испанцем особенно после никак не могу его взять на данный момент но по челленджу я должен всех обнять катет мне им не обвиненный сидит они всех точнее а первые 10 встреченных цивилизации раз два три 4 5 6 7 8 еще двоих надо будет встретить и обвинить и если они объявляют мне войну или я им объявляю войну вот испанцу я объявил войну а александр македонский мне объявил войну то мы должны уже воевать до конца так а под салим у меня стоит карточка на апгрейд стоит так я забыл честно говоря куда мы на верху опять нету селитры вообще да я апнулся я апнулся в латника так ну как мне с мушкетерами тут надо конечно мочить он не должен убивать арбалета это точно тут давайте апнем ну и пики ну придется подводить пики ваши пикинеры хреновый боец против мушкетеров прямо скажем но подводить их надо так что мне рабочим обрабатывать я так и не сделал лесопилки не открыл нет открыл этим более построил уже даже так где я хочу лесопилку наверное все таки сюда поведем пока тут лечимся аншан мы захватили ну хоть аншан не отваливается столе да надо что-то решать столе да опять проблемы но и люди мне в комментариях рекомендовали все-таки его убить и поставить город чуть ближе 23 ну чуть ближе это только сюда блин да это это и не является чуть ближе слушайте но это абсолютно одинаково раз два три 4 5 раз два три 4 5 1 абсолютно одинаковое влияние мадрида как столицы поэтому ну смысл хотя может действительно уничтожить эти и у ну уже не отваливается да например но на и у ну возможно действует один житель по эти проблемы толеда в том что у него мало жителей и он не успевает вырасти а если я поставлю новый город новый город то тут не будет половина лая вот когда захватывают олета в нем всегда только половина лояльность и он быстро отваливается может в этом что-то есть но мне надо поселенца тогда сделать если все походили до поменяю местами их покалечимся или апнем уже в арбалет что метод апать нечего всадники апаются в в этих в летучие отряды которые я еще фиг когда открою так хорошо а зачем мне тогда в мушкетеры идти если у меня если у меня нету селитры мишу никто не продаст да ладно давайте в любом случае стремя откроем раз мне железо продают то может быть сможем вы цыганить железо на рыцаря тут пока надо отходить ну я бы как-то вот эти но хотя давайте так и так сделаем посмотри куда сейчас эти пойдут ребята так что в аншане монумент ремонтируем амбаром ремонтируем мало того я очень надеюсь что мне не будет этот ломать кампус очень надеюсь что не так у нас ушел виктор давайте а нет я уже его в аншан посадил так и средневековые ярмарки я открываю четыре торговых пути что у нас тут еще можно наемники я открыл госслужбы мне точно не нужно но мне бы в торговую республику наверное как-то выйти в адрес очень средневековые ярмарки для каравала я точно не сделаю культуры вообще нету конечно жопа ну и и напоминаю блин ли реально ваншотнул арбалет это хреново как-то он его так ваншотнул то это плохо да ладно не не добил еще черт так как мне тут лучше поступить так пускай он атакует пикинера блин тут еще арбалет идет а ну тут пикинер нормально блин рыцари вообще жопа с ручками может надо было рыцаря лучше атаковать я вижу арбалетом вот этим блин он может убить кстати блин как все плохо то так что тут разграбил лошадей мне кинуть ресурсы нужны но мне не во что я все апнул но вот лучника апнуть в арбалет если только но и для этого ресурсы не нужны о разведчика можно стрелка разведчика нафига мне эта башня но я потом можно будет апнуть в лекаря арбалетчика построил ну давайте здесь тогда посела больше негде остальные города нужны несчастье огромное ну что минус лошадь нет испанец беспокоит ускакал рыцаром ладно это пока норм как тут наверно вот этой лошади убью арбалет голосование клеопатра захватил блин давайте мы все вольем сейчас как испанец с алексаном мне кажется аншан не берется правда с другой стороны но не хотелось бы 20 ходов а что там византии византия приняла не подожди до византия и и и корея господи мне кажется это будет последняя серия если у меня такое ощущение что-то подсказывает так поджига кто меня тут обстреливал а это этот меня протокол давайте убьем арбалет тогда лошадью нормально тут давайте сюда встанем апнемся ближнего боя в этот раз тут лучника но византия 1300 силы причем а у сандок развитие я не знаю откуда сандок будет пиво испанец кадис поставил который отваливается в чью-то пользу так ну в принципе мы тут вроде отбились как как бы но сейчас же еще полезут ко мне всякие гадкие юниты он так и не разграбил мне кампус прикиньте стоял постоял и свалил что я не добиваю что ли блин ого ну ладно стой ну это вон вроде не убивает он сильный а 20 нет а может и убивает да блин зря я на разведчиком подошел так лечимся очень тяжело очень тяжело не знаю имеет ли мне смысл здесь на усах что-то делать сейчас же наверное византия прискачет ваншане бы военный лагерь конечно еще вот тут поставить ну или хотя бы вот здесь так вообще ваншане несомненно стены нужны так васуане амбар счастье правда нету нифига но это из-за войны из-за войны просто жопа по счастью ну это где кампус мне ставить везде даже мест для кампусов нормальных нету черт что по карточкам ну вот плюс 5 к силе это конечно так мы надо вот это уже продвинутую армию как-то менять но у меня нечего нечего быстро хотя может теологию за три хода там посол заодно и на миссии никовы ярмарки нужны мне мне надо пингалу на науку прокачивать да так а здесь у нас не холм да просто просто ровни но вообще видите производства нету вообще развития вообще никакого она дать мира тяжелую колесницу я рыцаря открою надеюсь у кого нибудь железо купить а воюют все ребята только со мной да там никто между собой не воюет вот у александра со всеми практически плохие отношения но ник а нет великобритания с кем-то воюют и все все остальные только со мной класс ну и напоминаю что благодаря войне у меня процентов на 60 70 снизится доходы и я прошу моих зрителей помогать мне все данные в описании и в прикрепленном комментарии тоже например на paypal максим голодюк уже не первый раз присылает приятную сумму антон иванченко прислал очень крупную сумму с комментарием спасибо за поддержку ну видимо за поддержку украины во всем этом спасибо большое и тебе антон за поддержку несомненно мне это поможет и повысит желание делать больше видео ну а также я прошу спонсоров которых еще есть осталась такая возможность потому что опять же в россии например такую возможность отключили спонсировать переходить у меня на более высокий уровень если есть такая возможность либо оставаться лучше мне обер через paypal прислать эту же денежку ну чтобы как никто там процент не забирал от этой суммы она напрямую мне пришла посмотрим но где-то дня дней через пять будет понятно насколько на самом деле у меня минус по доходам или совсем со всей этой катавасии посмотрим так вот пикинеры против рыцарей как раз очень здорово работают с англии я надеюсь не воюю тут просто стоим о рыцарь какой-то бежит здорово встретим его хочу как до сих пор сфинкса не сделал не ну аншан мне кажется сейчас не берется и со стенами тем более не будет браться знаю что там себе думает а не лечится на другой территории ладно отсюда встать это пошли темная карточка вот это стоит плюс 5 к боевой мощи но юниты не лечатся за пределами своей территории что конечно неприятненько не буду пока казармы строить да и водяная мельница тут не особо давайте тоже тяжелую колесницу наверное один ход всего лишь еще и города не растут из-за несчастья так скале викторе прокачка есть до другие города в пределах девяти клеток получает плюс четыре лояльности заход в пользу вашей цивилизации но мало 4 лояльность не получается толеда удержать еще больше это не в толеда его на ответом в соседнем городе но этого мало вы странная вот строю конечно и может и в мемфисе стену я вот строю коляски за какие деньги железо у кого покупать кто бы мне сказал у бомбарды иди едет ай-яй-яй инка к урху губ до горы принадлежат инком а мое место на равнине согласен не буду спорить бомбарда это серьезно все это леджи ты не берешься пока может мне валить отсюда он сейчас посмотрим как мы тут этого рыцаря сможем ли наказать да вы прикалываетесь со всеми юнит ну конечно меня настолько уже устаревшие юниты так а сколько там следующим ходом рыцари будут от а уже открыл так для а по 80 золота у меня есть мне надо 10 железо ну вот сорок одно железо апреля сколько железа мне надо 10 же до 10 ой блин слушайте как вообще вылазить из этой всей ситуации давай за лошадей а ему не надо так много хорошо за хлопок ему не нужен и оливки ему не нужны черт нет мне надо с кем-то торговать у кого этих лесов нету вот хлопка нету но у него и железа нету и он даже не готов его продать а со всеми остальными по этим я великобритании еще они готовы продать и восклицательный знак это нам вроде как не готова продавать ладно дайте проверим конечно но я уверен что он видите даже ничего просто не появляется то есть я могу торговать только с австралийцем ни хрена не продаст ну такая сделка меня не устраивает потому что мне тогда не дней я не смогу апать так надо как угодно валить бомбарду да со всех сторон просто со всех сторон лезут тут надо отступать либо он убьет мне арбалет ну и чё дальше астрология мне не нужна вот еще чем плохо играть без веры ты не можешь юнит я могу сейчас юниты за веру покупать а так верой нету покупать нечего ну пошли наверное в летучий отряд у меня хотя бы лошадей много попробуем летучие отряды сделать не хватает довольства где его взять вообще непонятно я даже развлекательные районы не могу построить потому что жителей мало хотя вот тут сейчас будет по 7 мне надо еще и центры коммерции каким-то образом да давайте арбалетчиков я тут больше просто больше нечем отбиваться или всадников будем надеяться на летучие отряды в них то я смогу апнуться ух ты как бомбарда больно просто минус половина стен ну всех есть селитра соответственно бомбарда у меня вообще нету стратегических резов ни железа не селитры и как тут какими тут юнитами вообще пытаться воевать тогда резонный вопрос да ладно блин ну почему лучше это за тупое показывает что убивает а ну не надо убивать эту бомбарду то есть к жене приходится тратить ход на это лучника дальнобойных и осадных давайте возьмем что он сейчас сюда встанет и скорее всего выстрелит так то ледо к испанцу на хочет присоединиться может ход полечиться а вот как раз будет лечение следующим ходом апнусь просто вон идут платники византийские да очень очень все ребята тяжко вы предлагаете в комментариях как как из такой ситуации уже ну то есть я могу долго тут отбиваться но я не вижу как не развиваться то есть я буду сидеть вот стать с таким же развитием и все я вижу этот стены поставлен он будет бомбардами ну в принципе вот следующие после бомбард осадные юниты мне гаммовер сделают ну можно там уже прекратить эту снежную бурю блин тут еще и все разграбилось зашибись а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok А на самом деле меня больше всего именно Александр беспокоит Чем тут всё беспокоит? Ладно сюда встану Сюда не надо потому что этот лучник может обстреливать Слушайте один ход а, блин тут с горами оказался Если бы Так, 212 дней Ну, я бы деньги копил на ап Три хода до летучих Ну, давайте тогда всадников Строить Там летучие отряды Вообще, ну, они не требуют Блин, ну, надо стрелять, поэтому Арбалету Иначе нас тут убьют Ну, вот, я построил Посела Которые мне, скорее всего, не понравятся Потому что я не могу толеда обратно отбить Нет, тут надо стоять просто лучником Арбалетом Еще один всадник, видимо Но мне нужны Центры коммерции Центры коммерции... Блин, ладно Придется центры коммерции сюда ставить Не хочу я вот эти леса убирать пока А центр коммерции мне нужен О, и Уну начинает 0,7 Так, что мы тут меняем? Скидка на улучшение Ну, теперь уже придется оставить Я, видимо, тут уже ничего не меняю Понимаете, единственное, что Науку все-таки повыше Вместо производства Ну, совсем уже печаль Вот, с ракет хотя бы Ну, и в исследование нам нужно Нам нужно более крутое правительство Блин, линейные Линейная пехота Ауч Так Не, ну Аншан Очень хорошо стоять будет Так, тут я, наверное, полечусь Так Так, тут все еще ждем Потому что не отремонтировано все Так 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 Не знаю, что мне пока с этим поселом делать Ой, а кто это тут Нарисовался у нас Ну, пока стоим в защите Так, когда я тут смогу восстановить После арбалета Восстановим защитное укрепление Ну, мне везет Что пока тут Не Бомбарда всего одна была И больше не видать Он вылез, он решил Стал линейкой И вылез, он даже решил не лечиться Нормально Нормально Хвалю Хвалю за храбрость Блин, а тут там арбалет появился Так Так, тут придется отступить немного Блин, уже корпуса идут Уже корпуса Слава богу Пока это только корпуса арбалетов Но уже выглядит неприятно Так, а как мне тут лучше сделать Я же отсюда не смогу его обстреливать Правильно, если я сюда встану То этот арбалет Ударит Ладно, знаете Так Сделаем Так И вот так Пока так стоим Здесь 60 Нормально Так Так Так, ахвачхи там Сколько у них сила 60 Стреляющая И 52 Рукопашные Ну 56 У летучего Так что в принципе Могем стоять Неужели к испанцу Город отвалится В итоге Ну Блин Чуть-чуть не хватает Не, ну ладно Уже наверное Всех всадников Апнуть Раз такое дело Да Надо было Раньше Толеда Ну сейчас нет смысла Обстрелить Давайте я встану В защиту А здесь К хванчику Так Ну тут стоим Ждем захода У меня все арбалеты В защите Стоят Ну что Пойти шли тут Город Его Александр Быстро заберет Может все таки Еще надеется На взятие Толеда Что нам дальше Может помочь Стрельцы И пикинеры Оружейная Нужна Универы Сейчас В универы Пойдем Стрельцы И пикинеры Там через Ружейную Как минимум Да Толеда Сейчас обратно Вернется К испанцу И что с развитием Делать Что делать С развитием В Ереван Через всех Мне даже Деньги Неоткуда Взять Так Тут везде Дороги В общем-то Проложены А каким Вообще Доступны Караваны О Слушайте А может В Перд Отправить Из Иуну В Перд Интересно Да Ну Хвачха Короче Нормально Разбирается Так Вот тут Надо отходить Чтоб Хвачха По-моему Арбалету Не Ударила Жаль Не Убил Так И тут Надо отходить Потому что Этот арбалет Может По-моему Выстрелить А я По его Нет А я По нему Нет Так что К сожалению Тут Отходим Так Тут Надо взять Прокачку Все-таки Первый Юнит До четвертого Уровня Докачавшийся Что-то Мне этот Стрелок Разведчик Непрекаянный Бегает Я не знаю Куда его Приткнуть Еще Мне нужны Рабочие На самом Деле Так Тут до 7 Мы выросли Но Пора Центр Коммерции Уже Строить Блин Я задолбался Ждать Когда Вот Эта Клетка Присоединится Честно Говоря А Центр Коммерции Очень Нужен Плюс 3 Жалко Вот эти Две Клетки Жалко Занимать Поэтому Займу Вот эту Из Идеи Того Что ее Хрен Разграбишь Амбар Можно Расти Правда Несчастье Минус 4 Но Большей Частью Это Из-за Войны Минус 3 Усталость От войны Видите Так Кампус Центр Коммерции Тут Интересный Вопрос Что Строить Конечно С одной Стороны Военный Лагерь Не Помешал Но Он На Этой Клетке Должен Может Тогда Развлекательный Комплекс Блин 11 Ходов Давайте Развлекательный Комплекс Но Это Очень Все Плохо Я Понимаю Что И Производство Нет И Может Промышленную Зону Но Поверьте Счастье Здесь Важнее Потому что Вот это Минус 3 Минус 4 Дает Очень Большой Штраф Ко Всему Довольству Надо Ли мне Восуани Еще Стены Видимо Да Ну В чем В чем В чем В чем Ошибка В первую Чуть Моя Была Это В том Что Я Начал Играть Как будто Я Сетевую Человек Играю Мне надо Было Блин Нифига Я Вылез Из 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 города Опять промышленная Эра И опять В темном Веке Нифига Себе Наконец-то Хоть Испанец В темном Это Уже Надоело Честно Говоря Так Блин Ничего Не Подходит У меня Нету Зданий Промышленной Эры Строить Я Ничего Не Получу Карпус Уничтожать Это Нискорее Ну Давайте Я Возьму К оружию Хотя Б Потому Что Вот Это Я Точно Смотрите Я В Промышленную Эру Даже Просто Не Вышел Я Даже В Возрождении Не Вышел Как Я Могу Здание Промышленной Эры Строить Так Дальше Здесь Живут Драконы Я Не Могу Отсюда Некуда Выйти Чтобы Идти Исследовать Кстати А Вот Со мной Даже Сейчас Не Испанец Не Эти Готовы Заключить Мир Ну По идее Те В Не Готовы Те Кто Вот В Кризисе Участники А что Если Я Выграю Все Участники Торговые Пути Между Целью Городами Плюс Два Золота Заход Кайфу У меня Это Единственный Город Государства Куда Могу Отправлять Это Ереван Единственный Город Государства Куда Могу Отправлять Это Ереван Весенец Мирового Влияния Такое себе Дальше Реформа Денежного Обращения У меня Уже Все Города По-моему С Торговыми Путями Я забыл Где-то Смотреть А Вот Тут Видно Нет Торговых Постов Связанных Два Из Трех Два Из Блин Опять Я не Понимаю Они Представляете Куда-то Прятают Есть У меня Торговые Посты У меня Должны Быть Я Отправлял Города Между Городами Они Должны Уже Быть Так Что Тоже Не Будет Работать Пульс Паровой Машины Я уже Скал Здесь Живут Драконы Только Как Оружие Возможно Работать Если На меня Будут Корпусами Нападать Это Вообще Будет Грусть Печаль Ну и Раз Мы Вышли В Новую Эпоху Я думаю На этом Я Серию Закончу Еще раз Напоминаю О Том Чтобы Меня Поддержать Но В первую Очередь Поддерживайте Украинцев Конечно Живых В том Что у них Там Происходит И Хочу вас Спросить Мне кажется Что Тут Если Я не заключу Мир Если Я не заключу Мир Тут Бессмысленно Продолжать Даже Не из-за Того Что Там Меня Могут На самом Деле Долго Защищаться Проблема В счастье С Таким Низким Счастьем Я Не могу Вырулить На Нормальные Показатели Развития Хоть Какие То Поэтому Я Предлагаю Вот Сейчас Голосование Так Кстати У нас Тут Вот Этим Осуждать Надо Потому Что Для Меня Очевидно Без Заключения Мира У меня Не Спадет Несчастье А с Таким Несчастьем Я Не могу Вырулить Дальше То Есть Это Вопрос Чисто Уже Надо Надо Ли Дальше Играть Вот И Показывать Партию Так Что Давайте Вот Сейчас Еще раз Голосование Я Правда Честно Скажу К Прошлой Серии В Прошлой Серии Голосовали И Большинство Было За то Чтобы Я Мир Заключил Это Я Сказал Что Типа Сложнее Давайте Сделаем Но Я Тут Вижу Что Из-за Битв Происходящих На моей Территории Несчастье И Воевать И Несчастье Не Денется Никуда Поэтому Еще раз Прошу Вас Проголосовать Ну а На этом Все Играйте В Умные Игры Всем Пока Спасибо Что Досмотрели До Конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Поставить Комментарий И Поделиться Этим Видео Со Своими Друзьями Или В Социальных Сетях А Также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В Умные Игры И Всем Пока